Вязание любой вещи мы начинаем с построения либо выкройки, либо схемы вязания. Шапочка достаточно простая, выкройку мы рисовать не будем. Мы сейчас делаем схему. Для начала мерки. У меня объем головы 55, длина изделия 33. Шапочка такая длинненькая будет. Еще мне нужна петельная проба, естественно, для того, чтобы выяснить, сколько у меня в сантиметре рядов и петель. Для этого я делаю стандартный образец, небольшой образец вяжу, считаю по нему, сколько у меня петель и рядов. Вязать буду простой вязкой. Значит, у меня будет 8 плотность. Обязательно помечаю себе на листике плотность. И петельную пробу. У меня получается 3,33 ряда и 2 петли. Потому что нитка достаточно толстая. Вот петельную пробу в уголочке записала. Обязательно плотность, потому что отвлекусь, забуду. Так рисуем теперь схему. Первое, что я делаю, я вяжу резинку. Вот эта вот резинка. Как вязать резинку, варианты есть. То есть, если у вас двухфонтурная машина, проблем никаких. Если машина однофонтурная, вяжем длину резинки и поднимаем петельки. Есть еще очень интересный вариант. Перед резинкой сделать рулик. То есть, провязать прямое полотно. Небольшое. Для того, чтобы оно загнулось. После этого вяжем резинку, после этого шапку. Получается, еще перед резинкой рулик очаровательно смотрится. Но мой заказчик отказался от рулика. Нужна резинка, потом шапка. Причем шапка без вставок, без цветных полосок. Чисто черная. Хорошо, что договорились до синей. Чтобы она была не черная для девочки. Ну, вот такие вот требования у молодежи. Будем вязать однотонную шапку. И дальше вяжем полотно. Где-нибудь ближе к концу я сделаю массовую убавку. После этого мы довяжем до конца вот эти вот 33 см. Вот здесь вот 55 см. И интересным способом сделаем стяжку, чтобы не было огромного мешка. То есть, требования стяжка на затылке. Ну, стяжку я буду делать, все-таки отойду от требований заказчика. Сделаю не огромную, а хитрую. Для того, чтобы она была поменьше. Мы с вами посмотрим, как это делается. Итак, берем калькулятор. И считаем. 55 см умножаем на 2. Ну, это 110 петель. Можно даже не считать. Мы набираем на машинке для вязания резинки и шапки. 33 см умножаем на 3.33. 109,89. Так, 110 рядов. Всего. Медь с резинкой. Резинка, если она не является двойной с подгибом, то она входит в количество сантиметров. Если у нее есть подгиб, то вот этот вот подгиб, если вы будете его вязать не на резинке, а на подгибе, в расчетную длину не входит, потому что он загнется. Все, что не загибается, входит в расчет вот этих 33 см от начала до конца. И так все очень просто. 110 набрали, 110 провязали. Почти квадрат. Так, резинку я буду вязать 4 сантиметра. Значит, 3.33 умножаем на 4 равно 13.32. Ну, провяжу 15 рядов. 15 рядов. Итого 110 минус 15. 95. Ну, поскольку резинка все-таки поуже, может быть, 95. Ну, пускай будет 95 рядов. У меня длина самой шапки, без резинки. Резинка, шапка, само собой. И теперь через каждые 5 рядов... Нет, наверное, 15. Так, 95. Не 15. 6.3. Вяжем через каждые 15 рядов, будем делать отделочку. Так, провяжем резинку. Два ряда провяжу. И буду делать отделку. Отделку. Так, если у меня 110 рядов. Это 55 делим на 2 равно. По 25. Вот мой центр. Два ряда я провяжу. По 25 петель в обе стороны будет первая отделка. Следующее. 15 рядов провязываю. Делаю отделку по длиннее. Так, 50. По 40 петель, например. Или по 30. Потом еще 15 рядов провязываю. Делаю совсем длинную отделку. 50, например, петель. Потом опять идет 25. То есть, вот эти вот отделочки, они могут быть абсолютно любой длины. Можно сделать несколько коротких, раскидать по шапке. Можно сделать вот такие вот длинные. Это совершенно не важно. Это ваша фантазия. Вы посмотрите, как мы их будем делать. И раскидывайте вот эти вот отделочки, эти отделочные линии в любом, в любом совершенно порядке, в любом месте. Здесь это не важно. И главное, за последние 95, с 80-го ряда до 80-го мы должны довязать. Так получается, после 80-го мы уже отделки не делаем, потому что у нас будет стяжка. И все вот эти вот наши красивые полосочки будут просто не видны. Поэтому до 80-го ряда мы через каждые 15 рядов можем делать такую вот рисочку. Потом мы не делаем. Итак, все очень просто. Берем машинку, вяжем резинку. Либо полотно прямым, прямое полотно 15 рядов распускаем и поднимаем любым известным способом. То есть, есть возможность сделать тянущийся край, либо край плотненький. Сейчас я вам покажу. Либо на двухфонтурной машине берем и выполняем резинку. И после этого начнем вязание шапочки. Итак, машинка 10 петель. Как вязать резинку? Если мы хотим, если у нас одна фонтура, резинку по-любому придется распускать и поднимать руками. Итак, выбираем петлю. Мы можем начать с середины это делать. Выбираем петлю, которую будем распускать. Соседние ставим вперед. Потому что, когда я буду заниматься подниманием, я обязательно упущу и соседние петли. Они свалятся, и мне придется еще и полотно поправлять. Так, распускаю, распускаю. Тут есть уже вариант. Я могу распустить до первой петли. Видите, у меня первая петелька. Я ее ловлю. Вот так вот. И поднимаю резинку. У меня получается край плотненький. Причем, скажем так, достаточно симпатичный. Другой вариант. Тоже не забываем иглы ставить в переднее положение. Я распускаю до конца. Вот у меня все петли распустились. Беру вторую петлю, вторую протяжку. Обвиваю нижнюю. И поднимаю. У меня получается вот такой вот жидкий край, тянущийся. Смотря, что вам нужно. Какую шапку вы будете вязать. Смотрите. Есть можно так, можно так. Это варианты. Есть очень замечательный крючок. К сожалению, не могу показать. У меня его на днях купили, и я себе новый пока не привезла. Двойной крючок. На сайте он у нас есть. Стоит не так дорого. Но зато, когда вы хотите, если вы, например, будете делать резинку 2х2. Вот как сейчас мне придется распускать 1 петельный столбик до конца. Поднять. Потом рядом распустить второй петельный столбик до конца. И по одному эти петельные столбики поднимать. Если я буду делать резинку 2х2. Вы можете, кстати, делать резинку любую. 2х2, 3х1, какую угодно. Видите, получается вот так. То в том варианте, который, я вам говорю, такой двойной петлей уловитель, вам это можно будет сделать за один раз. То есть 2 петли поднимаются одновременно. Очень удобно. Провязана резинка. Провязаны 4 ряда после резинки. Начинаем отделочные полоски. Как мы с вами нарисовали на схеме. Ну, здесь 2 ряда, я провязала 4. 4 ряда у меня на щечке. Итак, на щечке 4 ряда. Теперь 25 петель от центра. Центральная платина у меня является центром. 25 петель. Остальные все. Так, 25 с одной стороны отмечаю. 1, 2, 3, 4, 5. Берем мел. Если у вас мелом машине не нарисовать, кусочки пластыря. Отмечаем 25 петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она. 25. Двух сторон. И со второй стороны машины делаем то же самое. 25. Отметили. По ним будем сейчас ориентироваться. Итак, что я делаю? Вторую часть машины. Вот моя 25 петля. Все петли. Переднее нерабочее положение за 25 иглой. Вот они все вперед ставят. Здесь провязываю 1 ряд. Сейчас, подниму. Изучки. Это делаю для того, чтобы не рвать нить рабочую. Можно провязывать дополнительной ниткой. То есть выставляем в переднее рабочее положение все иглы, кроме вот этих вот 5-10 центральных. И вяжем на центральных. Не затрагивая счетчик. То есть они в расчет длины изделия не пойдут. В расчет изделия идут только эти вот крайние иголки. Но я не хочу рвать рабочую нить. Поэтому будем вот так вот поступать. Провязываем кроме... Вот эти вот стоят в переднем нерабочем положении. Остальной весь ряд работает. Провязываем 1 ряд. Ставим в переднее нерабочее положение вторую часть петель. Вот эту вот ниточку, петельку крайнюю я обвиваю. Провязываю. Центральные 50 петель. Вторая часть игла у меня тоже стоит в крайне переднем нерабочем положении. Работают только средние иглы. Провязали. Обвили стоящую иглу рядом. Это для того, чтобы у меня не было дырочек. Если я не буду обвивать, у меня вот здесь вот будут некрасивые дырочки. Они мне не нужны. И ставлю в рабочее положение все иглы крайние. Провязываю 1 ряд до конца. По идее, что мы сделали? Мы провязали, в общем-то, 1 ряд, потому что провязан здесь и здесь 1 ряд. На центральных иглах мы провязали 3 ряда. То есть мы провязали 2 дополнительных ряда, которые мы сейчас и будем распускать и делать из них рулик. То есть для ориентировки, чтобы не перепутать, я ставлю вперед те же иголки, которые у меня стояли. Эти так и стоят. Рабочих 50 игл. Вот эти иглы сейчас я и буду оформлять руликом. Мы 2 ряда дополнительно провязали. Они у меня будут создавать такой рельеф очень интересный. Поэтому я беру петлю-уловитель и поднимаю руками. На самом деле, даже если у вас даже если у вас машина двухфантурная, вот сделать такую операцию, конечно, можно пересадить все иголки на вторую фантуру, на переднюю, провязать 2 ряда и пересадить их обратно. Я не знаю, насколько это будет быстрее, чем то, что мы сделаем сейчас. Смотрите, на двух фантурах может быть так и стоит, но придется вот этот весь, все вот эти вот петли передние, задние фантуру пересаживать на переднюю, провязывать 2 дополнительных ряда отдельной ниткой, дополнительной нитью и насаживать ее назад. Мы же делаем подъем петель руками. Итак, на крайней иголочке у меня обвитие. Я их и не трогаю. То есть они остаются, вот эта вот игла как стояла, так стоит. я беру вторую углу и вставляю петлю-уловитель раз, два, в третью петельку. В третью, потому что мы провязали 2 дополнительных ряда. Раз, два, у меня два две протяжки. и поднимаю обе протяжки. Раз, два, у меня лицевые петли. переднее петли. переднее положение, чтобы не путаться. Продолжаю. Раз, два, третью петлю. Распускаю. Раз, два, две протяжки и поднимаю по лицу. Раз, два. По идее, приноровиться можно и делать это очень быстро. Раз, два, третью петлю, две протяжки и поднимаю их. Раз, два. Все очень просто. Таким способом поднимаем весь ряд. Провязали, подняли все петли. Рабочая нить у меня с края находится. Вяжу 15 рядов, либо 10 рядов до следующего рисунка, до следующей полоски. И выполняю ее точно так же. Все полоски у меня идут либо одного размера, вот как мы отметили 25 петель, либо в разнобой, разные, разные ширины, меньше, уже. И через 15, через 10 рядов выбирайте сами, как часто вы хотите их пускать. То есть здесь какого-то особого канона нет, это все на ваше усмотрение. Я буду провязывать 15 рядов, после этого повторять эту же операцию. То есть провязывать дополнительных два ряда на средних петлях, которые я выбираю для рисунка. Остальные убирать в переднее положение и ставить в работу. То есть получится, что на крайних петлях у меня провязан 1 ряд, на средних 3 ряда и нитка уходит в противоположную сторону, каретка передвигается. Очень удобный способ. Сейчас провяжу 15 рядов и еще раз вам покажу, как я это делаю, если кто-то не очень понял. Провязываю 15 рядов на всех-всех петлях. В прошлый раз у меня было 25 петель, сейчас я хочу сделать вот 35. отмечаю 35 петлю с этой стороны. Так, 25 стираю, чтобы она меня и не путала. И 35 петлю со второй стороны. Провязываю до... Провязываю до второй части. 35 остается, 36 уже идет в переднее нерабочее положение. Провязываю до 36 петли один ряд. Обвила стоящую впереди иглу 36. Возвращаюсь на эту сторону и крайние петли, кроме отмеченной, ставлю в переднее нерабочее положение. Провязываю ряд от одной передней нерабочей до второй. Обвив ту крайнюю иглу, стоящую. Здесь провязываю так вот. Игла между... Рабочая нить между иглами проходит. Один ряд. Обвила стоящую иглу и провязываю на всех-всех-всех иголках. То есть ставлю в рабочее положение вот эти вот иголки крайние. В итоге на крайних иглах я провязала один ряд, на средних иглах три. Сделали такой выпуклый рядочек. Теперь ставлю обратно эти иглы, чтобы и не путаться. Вот здесь я должна распустить и поднять два ряда на всех вот этих иголках. Есть способ попроще. Распускаем. Если у вас нить не скользкая, можно просто берете, поддерживаете ногтем. Быстрее скорость получится. Раз, два. Распустили две петли. Ногтем держите и подняли две петли. Раз, два. Ногтем держите. Две петли распустили. Придержали, чтобы она не убежала. И подняли. Раз, два. Этот способ хорош, как я уже сказала, для не скользких ниток. Если у вас... Так, самой все и убежала. Если у вас нитки скользкие, то очень сложно будет ногтем его удержать. Тогда используйте предыдущий способ, когда мы втыкаем петлю ловитель в петлю и распускаем уже петельный столбик до нужной нам петелечки. То есть вот так можно пользоваться. Так гораздо быстрее получается. Видите, что мы пользуемся во-первых, одним инструментом, во-вторых, нам не надо заглядывать вниз, высчитывать петли. Мы сразу считаем протяжки. Раз протяжка, два протяжка. Все. Значит, распустили нужное количество. Ставили петлю, уловитель в петлю нужную и подняли две протяжки. Гораздо быстрее, но если у вас скользкие нитки, такой способ не подойдет. Смотрите, как вам удобнее. Опять же, каждый выбирает способ удобный для себя. Мне удобнее так, тем более нитки совершенно не скользят. У них они вообще не скользкие, то есть не сколечко, поэтому с ними так поступать вполне можно. И тогда подняли этот ряд, вяжем на всех иголках. Вот наш предыдущий ряд. Его видно здесь. Следующие 15 или 10 рядов сделаем то же самое на другом количестве игл. Итак, провязываем высоту своей шапочки. У меня будет 110 рядов, общая длина по крайним иглам считается. И останавливаемся. Причем где-нибудь, поскольку помните, мы говорили, что вязать вот эти вот протяжки, полоски я буду до 80-го ряда, где-нибудь ряду 82-м, 83-м я сделаю массовую убавку петель по всей шапочке, для того, чтобы стяжка была все-таки поменьше. Когда огромный мешок, даже таким способом, как мы будем убирать, мешок будет меньше, но все равно, чтобы уменьшить вот эту заднюю часть, мы сделаем массовую убавку. Хотя, ее можно сделать и вот где-то между полосками. Это тоже вариант. Тоже можно будет убрать часть игл где-то вот тут повыше, к концу, то есть, чтобы шапка была максимально широкая, где-то к концу будем делать убавки для того, чтобы уменьшить мешок на затылке. Итак, вяжем до 80-го ряда выбранным нами способом и останавливаемся будем делать массовую убавку внутри полотна. Провязали длину. Теперь буду делать, как я уже говорила, массовую убавку перед стяжкой, чтобы не было огромной-огромной стяжки. Вы представляете, какой гигантский будет мешок на затылке, если все это оставить. Сейчас мы немножко сократим, даже не немножко, а так хорошо сократим ширину шапки перед самой макушкой для того, чтобы легче было стягивать, и это смотрелось аккуратнее. Стягивать буду каждую пятую петлю. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на эту петлю пятую убираю две соседних. Раз, два, три, четыре, пять. На эту пятую убираю две соседних. То есть у меня будет очень хорошая стяжка. раз, два, три, четыре, пять. На эту пятую убираю соседние. Ей-ей. Раз, два, три, четыре, пять. То есть каждую, через каждые три петли. Сейчас уберем. Потом мне надо будет это все присобрать. Собирать буду при помощи декера. Если у вас есть большой декер, у меня есть целый урок по изготовлению большого декера, подходящий к этой машине, к вашей машине. Это отлично. У меня мой декер большой сделан для другой машинки. Сюда он не подходит. Поэтому я, к сожалению, буду переносить все это обычным декером. Максимальным. У меня максимальный декер на пять игл. У меня два таких декера, поэтому одновременно могу это все делать. Если у вас есть большой декер, очень рекомендую все-таки купить этот урок и сделать декер. Либо догадаться самим, как это сделать и сделать. Потому что очень облегчает жизнь во многих вариантах. Например, такой, как пересадка-стяжка. Стяжка вот такая вот петель. И переворот полотна для тех, у кого нет второй фантуры. Само собой. Но в основном такой декер подходит для сборки полотна и для выполнения рисунков пересадками. То, что все равно какая бы ни была у вас машинка, делать приходится руками в любом случае. Потому что какая бы ни была машина, перевитие она делать не будет за вас. Все равно. Большой декер очень в этом помогает. до конца переносим все петли и заканчиваем. Перенесли петли. Теперь моя задача эти петли стянуть к краю, собрать к краю. И так. Конечно, немножко не так, но ладно. Это оставляем. Вот это вот пересаживаем. И вот эти уже на место. Теперь сдвигаем, 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 сдвигаем. Это очень такая операция. Не самая, скажем так, интересная. Но делать ее придется. что-то у меня даже не насаживаются петли. Используем все ресурсы, какие у нас есть. У меня много декеров, поэтому я пользоваться буду максимально. Мне очень неудобно. У меня стоит тот штатив под рукой. Поэтому просто показываю вам, как это делается. Сдвижка идет от края к центру. Либо можем сдвигать к одному краю. как вам удобно. Но в любом случае мы должны сделать сборку. Мы должны собрать все петли вместе, чтобы у нас не было вот этих вот ажуров больших. Они нам совершенно ни к чему. Поэтому сейчас мы занимаемся сдвиганием всего полотна в одну сторону. Раз. Никого не упустить. Два. Три. И сдвинули. надели обратно. Надели. Надели. И вот так мы подвигаем к центральной петельке. Видите, осталось не так много. Вот моя центральная петля. Мне осталось сдвинуть вот это все и с другой стороны. Собрать и провяжем несколько рядов. Будем делать макушку. Вот у нас получилась очень такая приличная стяжка. провязываю два ряда. Когда будете провязывать учтите, что здесь достаточно плотно надеты петли. Если у вас машинка с грузиками оттянуть надо как следует. Но не перестарайтесь оттянули как следует один ряд провязали лишние грузы снимите чтобы не перекашивать полотно постоянно. Аккуратно провязываем. Раз. Следим за язычками кому надо потому что они могут закрываться и тут поднимать будет сложнее. Провязали два ряда. Можем сделать еще раз такую же стяжку чтобы еще сократить количество петель для того чтобы меньше был мешок. Поэтому сейчас я еще раз сделаю такую же операцию и все то же самое сделаю. Провяжу два ряда и буду делать стяжку уже на макушке. Надо сократить количество петель для того чтобы уменьшать количество эту макушку. Еще раз убираю вот точно так же, как делала петли по две, на одну каждую пятую. Провязываю два ряда и собираю макушку. Мы сделали достаточно хорошую стяжку убавки. Теоретически вот это вот все можно уже собрать на одну нитку. Но мы сейчас делаем хитрую стяжку на затылке, делаем их на две нитки. Смысл этой стяжки в том, что мы убираем на нитку петли через одну. Половина петель остается, половину мы убираем. Иголку с рабочей ниткой. Нитка достаточно плотная, поэтому на нее не страшно надевать. И снимаем петли. Через одну. Надо немножко отпускать плотинки. Главное не перестараться, чтобы не убежали петли. Они при таком вот подходе очень стараются убежать. Надо все это делать аккуратно. Главное, чтобы не пропали следующие петли. петли. это мы сняли. Раз, два, три. Ничего не стягиваем, просто снимаем на ниточку. Стягивать их не надо. Такие вещи очень удобно делать на резинках. Шапки резинками когда вяжем, лицо в одну сторону на одну нитку, изнанка на другую нитку. Замечательно получается. Но сейчас мы это делаем на прямом полотне. Половину сняли, иглу освободили, берем следующую нитку. И второй ряд петель снимаем на вторую нитку. То есть делаем все то же самое. Только теперь нам будет легче, потому что эти петли уже сами по себе. тактики все назад, чтобы не мешали. У нас остается ряд петель, которые мы сейчас легко-легко-легко снимем. Сейчас чуть-чуть их поприжать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на этих стяжках, если есть возможность увеличить плотность, то лучше увеличить плотность вязания последнего ряда. Тогда петелькам будет легче стягиваться. Последние, последние петельки. Раз, два. Так, все, машины нам больше не нужны. Ее можно убрать и посмотреть, что у нас получилось. Вот наша шапка. Вот эти полоски. Объемные полосы. Вот наша стяжка на двух ниточках. Одну нитку вверх, вторую нитку вниз. И начинаем стягивать. Стянули одну часть, стянули вторую. Вот эта вот ниточка сшивать пойдет. Стягиваем по очереди. Потому как, вы видите, здесь стяжки на стяжку идут. Не все петли, а как бы через одну. Им легче. И на эту стяжку идут не все петли, а через одну. Им тоже легче. То есть, это один из вариантов. Конечно, вот такой способ больше подходит для шапок, связанных резинкой. Если вы вяжете резинкой, вот это идеальный способ стяжки. Он действительно гораздо, гораздо, гораздо проще, гораздо аккуратнее смотрится на лицевых и изнаночных петельках. Здесь такой вариант, как, что называется, под вопросом, но так тоже вполне можно сделать. По-любому мы хуже не сделали. Поэтому вот так, вот эта вот нить у меня на сшивание. Главное не перепутать, где чья ниточка. Так, эти нитки туда, эти нитки сюда, это на сшивание. И, как вариант, мы сначала можем сшить шапку, поскольку мы не завязаны на вот эти ниточки, они сами по себе шли. Нить, которую мы будем сшивать сама по себе, чтобы потом после сшивания нам не надо было еще, после стягивания не надо было еще и зашивать это все. Поэтому, как вариант, вот это у меня изнанка, выворачиваю все на изнаночную сторону и зашиваю шапку. Так даже удобнее, потому что тогда я смогу аккуратно очень прихватить вот эти вот верхние петельки, и они не будут стянуты, и я очень ровно край выведу. Поэтому сейчас берем булавки, скалываем шапочку, совмещаем верхнюю часть. Так, нитка, нитка эта сшивная. Если вы ввели вот эти вот объемные линии до конца шапки, обязательно совместите их. Это будет очень некрасиво, если все будет идти в разные стороны. Так, это главные петли. Их поставили рядом, кололи краешек. Совместили резинку. Как вариант, кстати, чтобы вот эта вот нитка не болталась, вы можете начать сшивание снизу, у вас вообще не надо будет ничего убирать, нитка уйдет сама собой. Это очень удобный способ начинать сшивать вот той нитью, которая болтается. Она уходит в шов, и никуда не надо ее прятать, никаких дополнительных оттолщений у вас не будет. Совместите резинку. Сначала мы совместим, когда начнем сшивать, и центральную часть шапочки. тоже все должно быть ровно. Скалывать вещи перешиванием обязательно. Если мы будем рассчитывать только на то, что может быть, сделаем аккуратно, нам придется перешивать, потому что край будет перетянут. Ну, в любом случае, не получится у нас шить аккуратно без булавочек. Все, край сколот. начинаю сшивать от резинки, чтобы ее убрать уже. Сшиваю крючком. Можно сшивать иглой. За каждую протяжку с лицевой стороны вот так вот продеваете иглу и стягиваете. Я не хочу сшивать шапку таким способом, потому что немножко подтянут край. Косичка все-таки более эластична, отдает ход вязаному изделию. Сшивание иглой эластичности не дают совсем. завязаны на длину нити. Вот какая длина нити, такая будет шапка. Если вы сильно дернете, можете эту нить порвать. Поэтому ниткой сшивать не люблю. На иглой смысле. Буду сшивать крючком. берем нить, которую будем сшивать. Определяемся с тем, где у меня петельный столбик. Подтяните обязательно. И самый-самый низ первого петельного столбика вводим крючок. Самый низ второго петельного столбика, где он. Определяйте, где он. Как правило, это такая косичка по краю идет. И натянули на палец нитку, взяли пальцами наше изделие, сделали петельку. Подтягиваем, подтягиваем. И пошли. Косичка. Одна косичка с одной стороны, крайняя косичка с другой стороны. Главное не взять лишнего, чтобы у нас не перекосило шов. Подтянули. И поехали. Косичка, косичка. Естественно, при сшивании косичкой надо еще не только сильно натягивать веревку, которую мы сшиваем, но и само изделие. Чем больше мы его натянем, тем больше ход у него будет. Тем менее у нас будет все стянуто. нитка лучше сесть в удобную позу, не за столом это делать не стоит, как я. Коленками, например, коленками мы оттягиваем изделие вот туда, рукой придерживаем здесь. Одна рука у нас занимается крючком, одна оттяжкой. То есть мы оттягиваем и само изделие, и веревку. Держим ее пальцами вот тут, вот видите, я держу. Нитка не ходит крепко. И сшиваю, натягивая вот эту петельку изо всех сил. Вот это сшитое изделие будет очень качественно. И часто-часто делаем петли. Не надо делать их далеко, у вас будут видны эти протяжки. Это нехорошо, некачественный шов. Если мы можем позволить себе некачественный шов где-нибудь в верхней части колготок, например, я так образно говорю, то в шапке мы позволить себе некачественный шов просто не можем, потому что шапка видна со всех сторон. И это не то, чтобы наше лицо, но показатель качества нашей работы. Если мы работу сделаем некачественной, лучше ее не делать вообще. Вот мое мнение такое. Поэтому не уверены в том, что вы делаете красивый шов сразу, берете, вяжете себе тряпочку и набиваете руку. сшиваете краешки. Почувствовали, что у вас все получилось, берете шапочку и после этого ее сшиваете. У вас должен быть эффект такой, как будто резинка не прерывалась. Все. Вот у вас идут изнанки лицо, изнанки лицо, изнанки лицо. Где шов видно быть не должно. Если видно шов, значит сшито плохо, некачественно. Петельный столбик зашиваем так, чтобы шва было не видно. И зашиваем таким способом, натягивая и полотно, и рабочую нить, которую тянем, до конца. Закончилась ниточкой снизу, начинаем зашивать ниточкой сверху, которую мы закончили вязание. Зашьем, будем делать стяжку. После того, как мы сшили шапку, у нас шва не должно быть видно. Шапку надо будет отпарить или выстирать, натянуть на банку, она примет вид, шов вообще уйдет. его и так не видно, где он. Вот. Он идет вот здесь. Шов тут есть. Вот. Так мы должны сшивать. Наша последняя задача в этой шапке сделать стяжку. Решаем, будем затягивать сначала верхние петельки, потом нижние, или наоборот, нижние, потом верхние. В любом случае делается это по очереди. Так, чтобы не перепутать, вот коротенький хвостик берем и смотрим, какая нитка, какой, так, соответственно, вот эти вот две, значит, вот эти вот тоже две. Так, эта нитка у нас к чему? Нет, вот эти две. Видите, главное тут не перепутать и не потянуть, потому что если мы потянем не то, да, если мы потянем не то, мы просто вытащим эту ниточку из петель, это будет, ну, не катастрофа, конечно, но близка к ней, потому что нам придется руками все поднимать. Это очень неприятная процедура. Итак, расправляем ниточки, две туда, две сюда. Последний разик проверяю, что я все распределила правильно. Итак, нижние нитки пусть идут вниз. Сейчас я их крючком туда и уберу, чтобы они мне тут не мешали. Верхние остаются наверху. и аккуратно, аккуратно делаю стяжку. Узелок потянула. Выворачиваю наизнанку и то же самое делаю стяжку с этой стороны. Узелок и потянула. Все, вообще дырочки нет. И достаточно аккуратно получается. Так, здесь все затянуто. Отверстие отсутствует. Завязываю как можно крепче. возвращаемся на лицевую сторону. То же самое еще раз. Так, где мы узелок, чтобы не перепутать его. Узелок потянули. Дырочки нету. Очень аккуратно здесь собираются петельки. Половина вверх ушла, половина внизу осталась. и подтянули, подтянули и завязываем узелок. Аккуратно, аккуратно. Собственно, все. Шапочка наша готова. Через верхнюю точку аккуратно крючком убираю стяжку вниз. На лице ничего не осталось. Вот. Стяжка, видите, очень маленькая получается. За счет того, что, во-первых, мы сократили количество петель перед тем, как ее делать, а во-вторых, потому что мы разобрали эти петли вверх и вниз. Очень аккуратная стяжечка получилась. то же самое внизу. С изнаночной стороны у меня получились. Получилось очень аккуратно все. Нормально, мне нравится. Теперь разбираем наши нитки. Тут, собственно, не важно. Еще раз из них я затягиваю парочку узлов всеми этими ниточками, связываю их между собой на всякий случай. Укрепляем. Раз, два, три. Все. Теперь оно ни при каких обстоятельствах у нас уже не разойдется и не развалится. Немножко оставляю хвостики, чтобы не было такой натяжки, чтобы все-таки не развалился. Если хвостики совсем не оставить, нитки все-таки со временем могут выскользнуть и наша стяжка пропадет. Все. Шапка готова полностью. Осталось ее только отпарить или выстирать, чтобы придать ей форму. На банке высушить и можно надевать брошку, цветочек, пуговки, бусинки, все что угодно. Оформлять можно по желанию заказчика. Наш заказчик суровый. У меня заказчик очень суровый, минималист, поэтому вот эта шапка ничем не планируется украшаться. Вот минимум на минимуме. Хорошо, что удалось уговорить хотя бы на полосочке. Поэтому отдаю заказчику модели нашей и посмотрим, как это смотрится на голове того человека, для которого мы это и вязали. различные составлять вязать визу вязать и вязать 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 а или вязать вязать Продолжение следует...